Розенхан и семь его коллег, прибегнув к небольшой лжи, пытались проникнуть в разные психиатрические больницы США. Это были не случайные люди, три психолога, педиатр, психиатр, художник и домохозяйка. Во избежание узнавания, они поделали свои имена и место работы. Но это и все, в остальном они сохранили свою биографию в неприкосновенности. На примере психиатра псевдопациенты утверждали, что слышат голоса, которые будто бы произносят слова пустой, полый и стук. Слова эти были выбраны не случайно. Они могли бы говорить о проявлении кризиса, но не психоза. Ни на что иное псевдопациенты не жаловались. Добившись своей цели, попав в 12 разных лечебниц в США, в том числе и в сельских районах, пациенты вели себя как обычно, ничего не симулируя и не изображая. В записях после эксперимента персонал называл их дружелюбными и отзывчивыми. У 11 псевдопациентов была диагностирована шизофрения, а у одного – маниакально-депрессивный психоз. Интересно, что ни у кого из персонала, включая врачей, не вызвало сомнений то, что перед ними психически нездоровые люди. Но нашлись и те, кто обнаружил подсадных уток. Это были настоящие пациенты, которые не единожды утверждали, что перед ними люди, которые просто проводят исследования. В условиях эксперимента было прописано, что участники пытаются выбраться из больницы самостоятельно. Хотя на случай форс-мажора у них, конечно, был телефон юриста. Пациентов пичкали препаратами, которые они смывали в унитаз. Так, впрочем, делали и настоящие пациенты. Розенхан и его коллеги признались, что в лечебнице не могли избавиться от чувства, гложащей их тоски и утраты себя. Персонал мог в любое время обыскать их личные вещи, относился к пациентам как к вещам и легко обсуждал их в их же присутствии. Никакие их слова не принимались всерьез, любые их действия рассматривались как симптомы. Например, когда один из пациентов делал записи, медсестра назвала это графоманией в патологическом смысле. Розенхан не планировал проводить в лечебнице много времени, но обстоятельства сложились иначе. Своим друзьям и семье я сказал, я могу выбраться, когда смогу. Вот и все. Я пробуду там пару дней и выберусь. Никто не знал, что я проведу там два месяца. Единственным способом выбраться из больницы было признать, что психиатры правы. Они убеждали меня, что я сумасшедший. Я сумасшедший, но мне уже лучше. Только это утверждение помогло мне выбраться. На основании полученных результатов Розенхан сделал следующий вывод. Данные свидетельствуют об огромной роли стигматизации в психиатрической диагностике. Нет ничего, что единожды заклейменный шизофреником псевдопациент может сделать, чтобы преодолеть эту стигму. Стигма основательно окрашивает впечатление других о нем и его поведении. Розенхан опубликовал результаты исследований в журнале Science, где высказал мнение, что психиатры не способны отличить больного человека от здорового. Но далеко не все коллеги поддержали этот вывод. Сеймурс. Кетти высказался следующим образом, если я выпью пинту крови и, скрыв это, попаду в больницу с кровавой рвотой, поведение персонала будет вполне предсказуемо. И если они будут лечить меня от язвы желудка, едва ли будет справедливо утверждать, что медицинское сообщество не смогло поставить верный диагноз. В последующие годы было проведено еще несколько похожих экспериментов, и результаты были очень похожи. Справедлива или нет критика эксперимента Розенхана, факт остается фактом. Врачам не удалось отделить больных людей от здоровых.